Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим отливку помадной массы формы и получение помадных конфет. Отливкой получают изделие из помадной конфетной массы при температуре чуть больше ТЖ. При температуре больше ТЖ помадная масса является жидкостью. Она быстро принимает конфигурацию сосуда или формы в которой находится. Вследствие значительной адгезии помадной массы со многими конструкционными материалами и отсутствия усадки при затвердевании массы, формы для помадных конфет изготавливают из формовочного материала. К нему предъявляются следующие требования. Отштамповываемые в нем формы должны иметь ровную гладкую поверхность и не осыпаться. Этому требованию удовлетворяет формовочный материал с большим углом естественного откоса и не прилипающий к материалу штампа. Формовочный материал не должен прилипать к поверхности конфет и должен быть достаточно гигроскопичным, чтобы поглощать влагу с поверхности жидкой массы и тем самым способствовать образованию твердой корочки. Для хорошего заполнения формы материал должен обладать достаточной газопроницаемостью. Этим требованием удовлетворяет кукурузный крахмал влажностью менее 7% и добавлением 0,25% рафинированного растительного масла. Применение картофельного и пшеничного крахмала менее желательно, так как они имеют большие размеры зерен и меньшую температуру клейстеризации. Добавление рафинированного растительного масла увеличивает угол естественного откоса и одновременно уменьшает гигроскопичность крахмала, но и приводит к нежелательному комкованию, поэтому добавка масла не должна превышать 0,4%. При многократном использовании крахмала он увлажняется, увеличивается его комкуемость и уменьшается гигроскопичность, а также увеличивается прилипание к конфетам. Для устранения этих недостатков необходимо подсушивать крахмал до равновесной влажности в 5%, так чтобы его температура при сушке была не выше 50 градусов Цельсия. Предельно допустимая влажность крахмала 9%. Многократный используемый крахмал засоряется крошками конфет, его очищают просеиванием через сито с отверстием 2,5 мм. Получение конфет отливка их формы производится на механизированных линиях или отдельных машинах. Во всех случаях используется лоток. Это деревянный ящик глубиной 40 мм, шириной 400 мм, а длина его зависит от используемого оборудования и чаще всего равна 800 мм. Получение отливных конфет на поточной линии показано на экране. На транспортере 5 пустой поток заполняется формовочным материалом. Ковши элеватора 33 насыпают с избытком просеянный формовочный материал в лоток. В конце транспортера 5 имеется разрыхлитель 7. Он представляет собой доску с петельками из пружинящей проволоки. Эти петельки при прохождения под ними лотка пронизывают формовочный материал и извлекают из него комочки и инородные частицы. Затем лоток проходит под наклонно установленными деревянными выравнивателями 8, которые выравнивают формовочный материал в уровень с бортами лотка и слегка его уплотняют. При дальнейшем движении лотка его боковые поверхности и верхние грани очищаются щетками 9 и 10. Транспортер 14 также имеет периодическое движение. Когда лоток останавливается, на него опускается штамп 13. Он отштамповывает в формовочном материале формы для конфет. В мгновение нахождения штампа в формовочном материале он получает сотрясение от ударного механизма 12. Это необходимо для получения гладкой поверхности формы и устранения прилипания формовочного материала к поверхности штампа. После этого передающий транспортер 15 подает лоток на транспортер 18. Этот транспортер имеет периодическое движение, но отличное от движения предыдущих транспортеров. Он подставляет каждый ряд форм в лотке под насадки отливочного механизма 17. В момент остановки лотка формы заполняются порцией конфетной массы. Жидкая масса с температурой чуть выше ТЖ подается по трубопроводу 16 в воронку отливочного механизма. Когда все формы в лотке заполнены конфетной массой, транспортер 27 вдвигает лотки на полке 26 до упора 24 в охлаждающей камере 23. Полки закреплены на вертикальных транспортерах. Во время загрузки полок лотками цепи вертикальных транспортеров неподвижны. После загрузки партии лотков полка поднимается вверх на высоту, равную шагу между полками. Поднятые вверх лотки упорами 22 верхнего транспортера 21 передвигаются в горизонтальном коробе. Он расположен над конфета отливочной машиной под потолком цеха. Из короба лотки попадают на полки вертикальных транспортеров в камере 1. Опускаются вниз и устанавливаются на загрузочный транспортер 2. Он загружает лотки с затвердевшими конфетами вновь в отливочную машину. Здесь лотки с готовыми конфетами подаются периодически движущимися транспортером 3 на опрокидывающую рамку 4. Рамка поочередно перевертывает лотки и их содержимое попадает на редко колеблющиеся сито 37. Через отверстие сито проходит все, включая ломаные конфеты, и не проходят лишь целые конфеты. Конфеты движутся с ходом по ситу. В конце ситы имеется нижняя щетка 30, которая составляет одно целое сито. Над ней находится щетка 28, которой вентилятором 31 подводится воздух. Щетки очищают находящиеся между ними конфеты от следов формовочного материала. Очищенные конфеты попадают на ленточный транспортер 29, который выводит их из машины. Транспортер 25 подает конфеты на участок упаковки или глазирования. Формовочный материал и крошки, прошедшие через сито 37, направляются на сито 34. На нем крошки отделяются от формовочного материала. Затем, выводится из машины по желобу 35, а формовочный материал направляется по дну сетовой рамы в наполнитель. Скрипковый транспортер 32 направляет в наполнитель формовочный материал, очищенный щетками 28 и 30, а также сдутый воздухом с поверхности конфет. Козырек 36 предохраняет идущие на очистку конфеты от обсыпки их формовочным материалом, ссыпающимся с лотков. В местах наибольшего распыления формовочного материала установлены отсасывающие вентиляторы 6 и 11. Эти вентиляторы создают внутри замкнутого корпуса машины разряжение и этим предотвращают попадание пыли в производственное помещение. При наличии в линии нескольких отливочных механизмов можно за один проход лотка получать конфеты, состоящие из нескольких масс. В этом случае в формовочном материале, находящемся в лотке, также отштамповываются формы штампом 13. Затем форма частично заполняется массой при помощи отливочного механизма 17. Незаполненная часть формы заполняется другой массой, следующим механизмом 19. Масса поступает в воронку механизма по трубопроводу 20. На одну менее жидкую массу наливается другая, без затвердения нижней массы. При получении изделия отливкой первостепенное значение имеет вязкость массы. Она зависит от влажности, доли жидкой фазы и температуры. Не следует повышать температуру массы при отливке, так как это приводит сначала к уменьшению доли твердой фазы, а затем при затвердевании конфеты произойдет преимущественно увеличение размеров кристаллов, оставшихся в твердой фазе при ее разогреве. В результате конфеты окажутся грубыми, с повышенной твердостью и на их поверхности образуются белые пятна, представляющие собой друзы крупных кристаллов сахарозы. С другой стороны, повышение температуры массы увеличивает давление пара над помадой под поршнем дозирующего насоса, в результате чего уменьшается перепад давления, а следовательно скорость наполнения мерных цилиндров. Практикой установлены следующие температуры помадных масс при отливке конфет, если содержание в них сухих веществ равно 88-90% в градусах Цельсия. Для помады обыкновенной 70-75 градусов Цельсия, помады молочная 70-75 градусов Цельсия, помада фруктовая 80-85 градусов Цельсия. При выборе механизма для дозирования массы следует предусматривать беспрепятственное прохождение массы из воронки в мерные цилиндры по коротким каналам с возможно большим сечением. Число отливок в единицу времени обратно пропорционально вязкости массы. Отливочные машины иногда имеют коробки скоростей. С их помощью можно менять число отливок в единицу времени в зависимости от вязкости массы. Конфеты, отлитые в формы при остывании, твердеют. Процесс твердения сопровождается дальнейшей кристаллизации сахарозы и увеличением доли твердой фазы до равновесной, определяемой по графику помадообразования. Условия отвода тепла весьма сложны и только одна верхняя поверхность непосредственно обдувается воздухом. Такой случай не поддается точному расчету. Практикой установлено, что при температуре воздуха от 4 до 10 градусов Цельсия и скорости 2 метра в секунду конфеты из обыкновенной молочной и фруктовой помадной массы становятся достаточно прочными при продолжительности их пребывания в охлаждающей камере 32-38 минут. Большая скорость воздуха приводит к выдуванию из лотков формовочного материала. При отсутствии поточной линии помадные конфеты могут быть отформованы на конфето-отливочной машине, а затем лотки выстаиваются в помещении цеха в течение 3-3,5 часов. Эта же линия может быть использована для формования молочных конфет с неравномерной кристаллизацией сахарозы во всем объеме. В них сахароза кристаллизуется преимущественно в поверхностном слое. Это конфеты старт, рекорд и другие. Эти конфеты отливают при температуре массы от 100 до 105 градусов Цельсия в формы из крахмала, подогретого до температуры 50 градусов Цельсия. Подогрев крахмала может осуществляться на установке, расположенной рядом с конфето-отливочным автоматом. Схема установки для подогрева крахмала представлена на экране. Подлежащий подогреву формовочный материал загружают в воронку 8, а оттуда шнеком 7 он подается на сито 6, отделенные на сито крошки, и посторонние примеси отводятся палатку 5. Чистый формовочный материал подается палатку 9, поступает к вертикальному шнеку 4, который поднимает его вверх по вертикальной трубе 3 с паровой рубашкой. Давление пара в рубашке 200 гелопаскаль. Формовочный материал и воздух нагреваются. Нагретый воздух уносит влагу из формовочного материала. Нагретый формовочный материал из бункера 1 всыпается в наполнитель конфета отливочной машины. Увлажненный воздух удаляется через матерчатый фильтр 2. Подогрев крахмала необходим для проведения кристаллизации сахарозы из-за её метастабильного раствора, то есть при незначительном коэффициенте пересыщения. Из тех же соображений в вертикальную камеру подают подогретый воздух с температурой 25-28 градусов Цельсия. В камеру 1 воздух подают с температурой от 8 до 10 градусов Цельсия. Продолжительность пребывания конфет в шкафу ускоренной выстойки от 60 до 90 минут. Фруктовые конфетные массы содержат яблочный, абрикосовый и солевовый пектин. Это позволяет иметь перед формованием золь с концентрацией сухих веществ в 82 плюс-минус 3 процента, в зависимости от желирующего сырья. Фруктовые конфеты формуются теми же способами, что и помадные. Формование конфет размазкой мы рассмотрели в другом видео. По разливке формы. Фруктовые массы при разливке формы из крахмала имеют температуру 96-109 градусов Цельсия, а желейные конфетные массы от 70 до 75 градусов Цельсия. Для ускорения желирования изделия поступают в шкаф ускоренной выстойки с температурой воздуха от 4 до 10 градусов Цельсия. А продолжительность желирования охлаждения составляет от 40 до 50 минут. Фруктовые конфеты, как и помадные, затем могут быть покрыты шоколадной массой путем глазирования. Глазирование конфет рассмотрено в отдельном видео. В этом видео мы рассмотрели отливку помадной массы и получение помадных конфет. Благодарю вас за внимание. Вы можете поддержать канал и автора канала, отправив донат на карту Юмани. Реквизиты вы видите на экране. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.